И они сбираются задолго до початка официальных мероприемств. Ветераны, героиньки в области города, простонники прационных коллективов, спортсмены и творческая молодость, шматы, кто приходит с семьями. У Марины и Константина Стефняковы два полуторагодовые сыны. Звычайная счастливая семья, яких у республицы тысячи. Але именно в это и можно лечить одним из главных достигнений в суверенной Беларуси. Могчимость быть выполненным в будущем своим и своих детей. Нам сейчас полтора годика. Ну дальше планы расти, здоровьем быть. Какие? Ну работать потом. С декрета выйдем, будем работать. Папа наш работает, помогает. Неглядячи на отпускный час и низу 7-летняя на дворе у дел У6 приняли коллектив 25 тысяч человек. У першиню им заденишали не только державную символику, аллеи 22 гербы, гомеля и всех райцентров. Для сучастного поколения беларусов 3-го липеня, святой миру, надеи, новых дяснений. Своей працией мы доказываем верность традициям наших батьков и дядов, будуем мощную и квитнейшую державу. С такими словами, с нагода свята до Жахарова региона свернулся керавницам Гомельского оборудования и областного совета депутатов. Ух, этот святочный день ожидаем Жахарам в области мощного здоровья и счастья. Нехай над Беларуси завсюду будет чистое мирное небо, покой у сердцых людей и добробытых в домах, говорится о веншивании. До речи разум с гомельчанами удел во врачейских приняли и гости. Сегодня делегация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области присутствует на таком мероприятии в Дне Республики. Это для нас большая честь. А сотрудничество наше во всех областях, поскольку мы профсоюзы, что в Беларуси, что в России, что в Санкт-Петербурге, что в Гомеле, занимаемся одними и тем же задачами. Защищаем человека труда. Урочистоси с нагоды Дня Незалежности протягнулися к мемориалу «Вечный огонь». Приведение митингу на это место у Гомеля заявляется уже шмат годовой традицией. Мероприемство закликано нагадать, какой ценой досталась Беларуси и ее незалежность. Под час Великой Чинной войны на территории Гомельской области действовали 29 партизанских бригад. Разобством, под час оккупации, город был практически полностью разборан. После позволения коллектива завода «М-7-маш», наличиво всего 76 рабочих и служащих. Школа-завод 50, завод имя Кирова в уголе 18. Отновление города началось литерально с первых дней после позволения, и уже на конце 44-го года тут працывали 25 подприемств. Для супрасовников Держаутоинспекции 3-го липня двойное свято. Одночасово с Днем Незалежности они означают ясчей и годовину створения своей службы. Отповедная постанова Совета Народных Комиссаров Советского Союза была принята 3-го липня 1936 года. И хоть дата не круглая, эта подстава ясчей раз нагадать об работе. Да и в полугомиле центральной подеи стали показальные выступления пирамосов Апочняха Республиканского огляду конкурсу российского мастерства супрасовников Дорожно-патрульной службы. Ходкости Махчимы и не вельми значные, максимум до 40 километров, а летняя рвовая напряженность на межи Махчимыга. Ходкостное маневрование занятых для соправданных мужчин. На справе повторить такое может далеко не кожный водитель профессионал с великим стажем. Правда, и применяется такое воджение у жити достаточно редко. Заявление новых ценно-значных объектов до Державных Святых на Гомичине стало уже доброй традицией. На этот раз ее протягнули открытием реконструированные пешеходные зоны набережной Ракисош. Этот участок протягивший около полутора километров был попадаванный в 70-х годах в минулых 100 годах. За минулый час его бетонное покрытие оказалось значительно пошкодженным. Больше 2 миллиона рублей на реконструкцию выдатковали областные и городские бюджеты. Подчас открытия старшиня Гарва Конкама Петр Керченко кажется, что все запланованное выполнено за 3 месяца. Причем тут працавала целая армия бюджетников с Гомеля, Чачерска, Хойник, Речесы, Рогачева, Будокошалева, Мазара и Жлобина. Пешеходная зона в этом участке набережной выполнена в виде белорусского орнамента. Мы не претендуем на оригинальность, но я хочу вам сказать, что вероятно наша вышиванка, вот эта старая набережная, она вся из белорусского орнамента состоит. Это самая большая вышиванка в Республике Беларусь. Поэтому это тоже символично и тоже в наш государственный праздник такой красивый вклад. Олег Сентеров, Валерия Гопанько, Телер, Радо, компания Гомель.